Хорошо, давайте лучше вернемся к 11 главе. Как вы заметили, предыдущая глава уже не была посвящена телу. Не столько была посвящена телу. Теперь речь идет об опасностях, поджидающих духовных войнов. Собственно, мир – первая такая опасность. Вторая опасность – это следующая глава. И третья опасность – это позаследующая глава. А опасность – мир в контексте? Самодовольство. Мир в контексте духовной войны. Перестаньте пытаться отличать себя от других, сидите и делайте свою работу. Здесь и дальше философы будут пытаться отделить потихонечку себя от мира. Кое-где существует еще народа и стадо, но не у нас, братья мои, у нас есть государство. Государство – что это такое? Итак, на вас трите уши, сейчас скажу вам слово о смерти народа. Да, интересно, что государство – это нечто, что убило народы. Знаем ли мы, что такое народ? Нет, не знаем. Когда мы узнаем об этом? В главе «Тысячи и одной цели». В главе «Тысячи и одной цели» расскажет нам, что было народом и чем отличается народ от государства. Государство называется «самое холодное из всех холодных чудовищ». Холодно лжет оно. Эта ложь ползет из его уст. Я государство, есть не народ. Да, это первая ложь, и вы знаете, откуда Ницше ее взял. Вы можете назвать этот буклет? Имеет общее слово для всех государств. Конституция, конечно. Конституция там написано. Мы многонациональный народ России. Вот это оно и есть. Первая ложь государства состоит в том, что оно народ. Это не так. Это ложь. Созидателями были те, кто создал народы и поставил над ними веру и любовь. Так служили они жизни. А остановитесь и вспомните про главу «Тысячи и одной цели». Ницше назовет там созидателей. Это разрушители, расставляющие ловушки для многих и называющие им государством. Это они повесили над ним меч и тысячи желаний. Где еще существует народ? Там не понимает он государство. И ненавидит его, как дурной глаз. И грех против обычаев и прав. Это знамение древе вам. Каждый народ говорит на своем языке о добре и зле. Этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он в обычаев и права. И снова я напоминаю вам, что это будет объяснено в главе «Тысячи и одной цели». Каждый народ отличен от другого. Каждый народ особенный. Но все государства одинаковые. То, что мы видим сейчас, очень похоже на то, о чем говорит Ницше. Массовая либерализация и демократизация. Все государства походят друг на друга, как для капли воды. Все народы разные, но все государства одинаковые. Демократические республики. Даже китайцы и те, формально, демократическая республика. Несмотря на то, что все народы разные, почему-то все государства одинаковые. И в этом смысле государства лишают народы их креативности, их различий. Государства пытаются стереть их. Не сделав их едиными, естественно, а сделав их неотличимыми друг от друга. Государство есть продолжатель требований равенства. Но государство лжет на всех языках добра и зла. И что не скажет оно, солжет. И что есть у него, оно украло. Все в нем поддельно. Краденными зубами кусает оно, зубастая. Да, все, что оно говорит, это ложь. Все в нем поддельно. Все, что у него есть, оно украло. Кого заменяет государство? Почему появляется в нем необходимость? Почему сначала были народы, и лишь потом государство? Как появилось государство? В результате чего появилось государство? Зачем оно нужно? Кого оно должно заменить? Конечно, Бог умер. И на его место люди пытаются поставить что-то богоподобное. Левиафана. Помните, мы с этого начинали. Левиафан занимает место Бога. Он делает то, что раньше делал Бог. Вернее, пытается делать то, что раньше делал Бог. И в этом смысле все у него краденое. В нем нет ничего настоящего. Это мертвая кукла, которая пытается заменить труп. В решении языков добра и зла, это знамение, я даю ее вам, как знак государства. Действительно, воля к смерти означает этот знак. Смотрите, оно подмигивает проповедникам смерти. Да, оно подмигивает проповедникам смерти. Естественно, государство и церковь едины. Мертвый Бог и символ мертвого Бога должны сосуществовать. Ну, или замена мертвого Бога. Слишком многое рождается. Для лишних было изобретено государство. Смотрите же, как оно их в себя привлекает. Да, слишком многое рождается. Наступает новый век. Век масс. Для массы нужно государство. Для здоровых людей. А народы, понятно, всегда были немногочисленными. Государство не нужно. Государство нужно, чтобы контролировать массу. И в этом смысле тот факт, что оно единица с терковью, только показывает, что оно нужно, чтобы контролировать массу. Смотрите же, как оно их в себе привлекает. Это многое множество. Как оно их душит и жует, и пережевывает. Да, то есть лишает индивидуальности. Лишает своих собственных мыслей. На земле нет ничего большего, чем я. Я указующий верст в Божий. Так речи чудовища. И не только двим на ухи, и безоруки опускаются на колени. Да. Символ государства, крик государства, Родина в опасности. Почему-то, когда Родина в опасности, защищать вы бежите не Родину, а государство. Да. И в этом смысле государство пытается подменить собой Родину. И многие покупаются на это. Патриотизм обычного человека превращается в конформизм. Вспомните про патриотизм необычного человека. Вспомните про патриотизм Алкивиада. Когда он бежит от Афиняна, приходит к спартанцам, он знает, что спартанцы спросят его, когда он придет к нему и скажет, я знаю, как победить. Они спросят его, с чего бы нам доверять предателю. И тогда Алкивиад начинает свою речь с объяснения, почему он не предатель. Алкивиад говорит им, я не предатель, потому что я настоящий патриот. Патриот не тот, кто верит в государство, в котором он родился. Патриот тот, кто хочет его изменить к лучшему. Поэтому, уважаемые спартанцы, я собираюсь стать вашим союзником, чтобы уничтожить Афины. Но не просто Афины, а демократические Афины. Мы все знаем, что демократия это фигня, говорит Алкивиад. И подмигивает им. Намекая на то, что он собирается сам создать для себя Родину. А Золотусты скажут, любите дальнего, не любите ближнего. Родина, которая пытается заставить вас себя любить, это ложная Родина, это государство. Она лжет. Ваша Родина не в том месте, откуда вы вышли. Ваша Родина в том месте, куда вы идете. Она всегда в будущем. Я говорю о том, что Родина является результатом вашего собственного решения, а не результатом случайности. Родина – результат вашей собственной воли, а не результат случайности. И в этом смысле благородный всегда враг государства, потому что он всегда враг случайности. Ах, даже в вас, великие души, нашептывает оно свою темную ложь. Ах, оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие. Да, не только добрые хотят сделать благородного своим пастухом. Государство хуже, потому что оно хочет сделать благородного своим слугой. Пусть даже и первым слугой. Даже вас угадывает оно, вы победители старого бога. Вы устали в борьбе, и теперь эта усталость служит еще новому хумиру. Да, победив старого бога, некоторые устают и хотят найти нового. И тут приходит и приобнимает их нежно за талию, уже не мужик в хитоне с бородой, а государство. Герой – те, кто чистен, хотел бы он установить вокруг себя новый кумер. Он любит греться в солнечном сиянии чистой совести, холодное чудовище. Ему нужны герои, потому что само государство ни на что не способно. Оно ничего не может. Все готов он дать вам, если вы поклонитесь ему. Ну, естественно, это отсылка куда? Конечно, дьявол, искушающий Христа. Так покупает он блеск своей вашей добродетели и взор ваших гордых очей. Да, государство нуждается в героях, потому что государство ничто без них, без их величия, без их блеска. Почему? Потому что государство – это просто аппарат. Это серые бюрократы в серых бюрократах, в серых зданиях, работающих за серые бумажки. В них нет ничего великого и никогда не будет ничего великого. Именно поэтому они нуждаются, но они отчаянно хотят быть великими. Государство отчаянно хочет быть великими. Но написано, что он не имеет греха. Естественно, естественно, соблазняя их, соблазняя их, в первую очередь, патриотизмом. Именно поэтому Ницше, как и Сократ, и, естественно, является врагом всякого патриотизма, кроме патриотизма будущего. Приманить хочет он вами многое множество. Государство переманивает на свою сторону большинство людей, толпу, именно героями. Адское изобретение было тут создано. Конь смерти, вариациющий сбру и божественных почестей. Смерть для многих была изобретена, что проставляет саму себя как жизнь. Воистине сердечная услуга всем проповедникам смерти. Государство назову я то, где все пьют яд, хорошие и дурные. Где все теряют за них себя, хорошие и дурные. Времедленное самоубийство всех называется жизнь. О чем идет речь о проповедниках смерти? Проповедники смерти говорят, ты должен жить ради Бога. Ты должен жить ради рая. Государство говорит, ты должен жить ради меня и умереть ради меня. Посмотрите на этих лишних. Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов. Образованностью называют они свою кражу. И все обращается у них в болезнь и беду. Да, они ничего не делают, они ничего не создают. Но они активно эксплуатируют достижения прошлого. Посмотрите на этих лишних. Они всегда больны. Они излагают жертв и называют это газетой. Да, это одно из немногих современных слов, которые использованы здесь. На самом деле из двух. Если я не ошибаюсь, второе – полиция. Они проглатывают друг друга и даже не могут себя переварить. Посмотрите на этих лишних. Богатства приобретают они и делают из этого беднее. Власти хотят они и прежде всего рычага власти. Много денег – это неимущие. Эти неимущие. Ну и естественно, это хорошая шутка, сократовская шутка. К чему вы стремитесь? К своей противоположности. Те, кто стремятся к деньгам, те бедны. Давайте я наступлю на минус опять и скажу вам. Вы не найдете человека лучше разбирающегося в богатстве, чем нищий. Спросите нищего, какая из элитных машин лучше? Мазерати или, я не знаю, Лексус? Он расскажет вам это в деталях. Спросите нищего, какой элитный телефон лучше? Он расскажет вам это в деталях. Спросите нищего, какие часы лучше носить? Он расскажет вам это в деталях. Почему? Потому что только об этом он и думает, ведь этого у него нет. Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны. Они лезут друг через друга и потому срываются в грязи в пропасть. Ну, речь идет о том, что они, естественно, все пытаются залезть во власть. Все они хотят достичь трона. Их безумие в этом, как будто счастье восседает на троне. Часто грязь восседает на троне. А часто и трон стоит на грязи. Поэтому, по-моему, все они безумцы. И карапающиеся обезьяны, и бредящие. По-моему, дурно пахнет их кумир. Холодные чудовища. По-моему, дурно пахнут все эти служители кумира. Братья мои, разве не хотите вы задохнуться в смраде и их ротов и вожделений? Лучше разбейте окна и прыгайте на волю. Да. И вот первый призыв к одиночеству. Следующий главный даже закончится идея в одиночестве. Избегайтесь из дурного запаха. Прочь от идолопоклонничества лишних. Соронитесь дурного запаха. Прочь от дыма этих человеческих жертв. Да. Прочь от патриотизма. Разумный человек не может быть патриотом. У Ничи есть отличная фраза. По этому поводу он пишет. Тяжелее всего не любить Родину не тогда, когда она побеждает, а тогда, когда она проигрывает. Но делать это все-таки нужно. Можете всех человек любить патриотом? Нет. У тебя же понимание, как у тебя? Нет, в этом может. В этом, наверное, может. Что значит быть патриотом? Значит подчиниться чужим ценностям, навязанным ценностям. Значит сказать, пусть государство говорит мне, что я должен делать. Так не может поступать свободный, так не может поступать сверхчеловек. В этом смысле сверхчеловек никогда не пастух стада, потому что тогда он подчиненный стада. В этом смысле сверхчеловек никогда не руководитель государства, потому что тогда он подчиненный государству. То есть, если сверхчеловек хочетнее государство, то он патриот в лучшем смысле, но не патриот в худшем. Да, но не патриот в классическом смысле. Но этот патриот в лучшем смысле, опять же, Алкевиад хотел создать свое собственное государство и быть там тираном. То есть, он хотел быть в уголовье. Стать учеником. Есть такие мысли у Фукирида, да. Но Алкевиад ведь не сверхчеловек. Он несовершенен. Он близок, да, все хорошо. И тот факт, что у него не получилось, он только доказывает, что Алкевиад двигался в правильном направлении. Обратите внимание на великих людей прошлого, тех, кого мы обычно назовем великими людьми. Это всегда проигравшие. Это не победители. Ну да. Ну, естественно. Почему мы не считаем победителей героями? Потому что за победителей выигрывает система. Нет, не совсем так. Есть два основания. Первое. Помните, Золотустер говорит, и когда вы побеждаете в игре, и игральные кости выпадают на вашу сторону, вы спрашиваете себя, не обманул ли я богов? Да, не обманщик ли я? Удача ничего не показывает. Удача не отделяет великого от невеликого, потому что повезти может каждому. И следующий шаг. Помните, мы говорили, сильный – это тот, кто отказывается приспосабливаться. И отказываясь приспосабливаться, он погибает. В этом смысле тот, кто проиграл, тот всегда ценнее того, кто победил. И к тому, что победы легитимируют государство, которому они служат. Поэтому те, кто победил, их победа автоматически занимается. Ну, это уже второй шаг. Конечно. Государство тут же пытается присвоить себе героические поступки герою. А проигравшие – это всегда личность? Да, потому что государство не хочет связывать себя с поражениями. Да, да, да. Вы можете увидеть это, включив телевизор и обнаружив, что когда там какую-нибудь открываете историческую передачу, а там, значит, классический прием. Когда наши побеждают – это победа, значит, сквозь титаническое превозмогание. Когда наши проигрывают – солнце упало на наши головы, и только поэтому мы проиграем. Да? Угу. И теперь еще свободно для великих душ земля. Много еще пустых мест для одиноких и тех, кто одиночествует вдвоем. Девеет запахом хихих морей. Да, запомните эту фразу – одиночество вдвоем. Когда золотоство будет призывать к одиночеству – это будет одиночество вдвоем. И у этого одиночества как минимум два смысла. Угу. Свободная еще для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто обладает малым, те обладают меньше. Хвала малой ведности. Там, где оканчивается государство, начинается человек. Не лишний человек. Там начинается песня необходимых, мелодия единая, что существующая и незаменимая. Туда, где оканчивается государство. Туда смотрите, братья мои. Разве вы не видите радуги и мосты к сверхчеловеку? Угу. Так говорит золотоство. Сейчас золотоство советует бежать. Но в главе тысячи одной цели золотоство скажет прямо – от государства надо не просто сбежать. Этот новый кумир должен быть снесен. Как умер Бог, и вот он оказался пустым, и тут же на него села кукла государства, так должна пасть и кукла государства. Но под государством он имеет в виду, конечно, современное государство. Потому что помните, что когда он противопоставляет народ и государство, народ – это не дикое племя. У народов тоже были свои цари и свои правители и своя бюрократия. Мозг сверхчеловека – это означает большая свобода двигаться к нему. Это не прямой путь. Когда золотоство говорят братья мои, он имеет в виду своих учеников. И имея в виду своих учеников, мы уже знаем, он имеет в виду философов. Что изменилось? В античности философии государства были едины. Теперь государство отделяет себя от философии, пытаясь поставить философию себе на службу. Увидели, использовать героев. Это мы можем найти в томе 2, странице 264, параграф 442. Мы этого не будем делать. Но Ницше советует нам изменить этот подход. И я, забегая вперед, уже сказал вам – вы должны разбить этого нового кумира. Нового кумира не в смысле государства, а в смысле государства, которое село на трон мертвого бога. В смысле государства, которое пытается выставить себя пиком всего. В смысле государства, которое пытается управлять всем. И заявлять, что оно есть смысл вещей. И смысл вашей жизни – служить государству. Быть слугой. Даже царь и тот всего лишь первый слуга. То есть цель государства понише, идеальное государство, которое на основании после уничтожения этого кумира, это служение сверхчеловека. А давайте разберемся. Том 5, страница 135, парамет 211. Я настаиваю на том, чтобы перестали наконец смешивать философских работников и вообще людей науки с философами. Чтобы именно здесь строго раздавалось каждому свое. И чтобы на долю первых приходилось слишком много, а на долю последней слишком мало. Ну да, вы помните, это как на совании гойных. Для воспитания истинного философа, быть может, необходимо, чтобы он и сам постоял никогда на всех тех ступенях, на которых остаются и должны оставаться его слуги, научные работники философии. Быть может, он и сам должен побыть и критиком, и скептиком, и догматиком, и историком, и сверх того, поэтом и собирателем, и путешественником, и отградчиком загадок, и моралистом, и прорицателем, и свободном мыслящим, и почти всем, чтобы пройти весь круг человеческих ценностей и ощущений ценностей, чтобы иметь возможность, смотреть разными глазами и с разной совестью, с высоты во всякую даль, и с глубины во всякую высь, и с углов во всякие просторы. Да, перспективизм. Но все это только предусловие его задачи. Сама же задача требует кое-чего другого. Она требует, чтобы он создавал ценности. Помянутый философским работникам следует по благородному почину Канда и Гегеля прочно установить и вискнуть формулы огромный наличный состав оценок, то есть прежних ценностных установок, ценностных творений, которые сделались господствующими и долгое время назывались истинными. Все равно будет ли это в области логической или политической или художественной? Вы не прочли скубочки, а в данном случае они имеют значения. Или политической, моральной, или... Да, политика и мораль взаимозаменяемы. Политика и мораль – это одно и то же. Это как раз античный ход, если вы верите учебникам. Объединение политики и морали. Единство политики и морали. И меньше возвращается к античности. Философ, создающий моральные ценности, на самом деле и есть подлинный политик. Этим исследователям надлежит сделать ясным, доступным обсуждению, удобно понятным, с подручным все случившееся и оцененное. Надлежит сократить все длинное, даже само время, и одолеть все прошедшее. Колоссальная и удивительная задача, сложение которой может удовлетворить самую утонченную гордость, самую упорную волю. И снова Ницше возвращается к античности. Прошу вас. Подлинные же философы – суть повелителей и законодателей. Они говорят, так должно быть. Они-то выделяют и определяют, куда и зачем человека. При этом распоряжается подготовительная работа всех философских работников, всех победителей прошлого. Они простирают творческую руку в будущее, и все, что есть и было, сновится для них при этом средством, орудием, молотом. И познавание есть созидание, их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к власти. Есть ли нынче такие философы? Были ли уже такие философы? Не должны ли быть такие философы? Подлинные философы – суть повелители и законодатели. Они правят, объясняя человеку, как и зачем он существует. Они правят, объясняя государству, как и зачем оно существует. Иными словами, почему Заратурство говорит, что государство и церковь нашли друг друга? Почему они так тесно переплетены? По одной простой причине. Некогда церковь хотела сделать философию своей служанкой. И альтернатива была не свободная философия, а альтернатива была либо философия служанка религии, либо религия служанка философии. Теперь то же самое с государством. Либо философия служанка государства, и философия делает то, что государство велит. Либо государство это служанка философии, и государство делает то, что философия велит. И это задача будущего, естественно. В этом смысле ваша родина в будущем, и вы патриот будущего, потому что вы ведете в это будущее всех остальных. Философ ведет за собой в будущее и свою родину, и свое государство, и свой народ. Философ это правитель, да, но это не философ царь. Не философ, ставший во главе государства. Он не правит, отдавая приказы. Он правит, создавая ценности. То есть философ будущего – это правитель права, который дает себе ценности. Он не обязательно выглядит как пророк или ведет себя как пророк. Но это не похоже на государство Платона? Это против государства Платона. Философ – царь против философа, который не царь. Это фактически за именно царствование правородством? Нет, царствование никуда не денется. Бюрократия никуда не денется. Серые люди в серых костюмах, в серых зданиях никуда не денутся. Они все так же будут работать. Но теперь они не будут подчинять философию себе, а будут сами подчинены философии. То есть работать во имя чего? И это что-то не результат их идей, а результат философских идей. Куда движется государство? Зачем туда движется государство? Все это должно быть результатом работы философа. Куда движется государство сейчас? Зачем оно туда движется? Вот что произошло, когда философы отступили от управления. Или вернее еще не заступили на него, потому что речь идет о философах будущего. И снова, здесь Нинчо указывает нам на свойства этого философа. Он не созерцает. У него нет воли к истине. Он создает. Он не ищет цель для государства. Он создает ее. И значит, при необходимости он меняет ее. Это не цель для государства раз и навсегда. Это цель для конкретного режима в конкретный исторический период. В этом смысле у Нинчо никогда не будет политического идеала или какого-то любимого режима, потому что каждый режим и функции каждого режима подходят под определенный исторический период. В один день демократия, в другой день тирания. В зависимости от как и зачем человека, который дает философ. В зависимости от задач, которые ставит перед философом история. Естественно, с глобальной целью движения вверх. Почему философ все время думает о будущем? Потому что он не сын своей эпохи, как говорит Нинчо. Против Гегеля, который говорит, философ сын своей эпохи. Нинчо говорит, нет, философ пасанок своей эпохи. Философ сын будущего. Он ненавидит свою эпоху. Ему нет места в своей эпохе. Как Алкивиаду нет места в демократии. Не потому, что он враг демократии. Наоборот, он враг демократии, потому что в демократии ему нет места. Философ всегда думает о будущем, и туда он должен вести за собой остальных. Снимите государство как нового кумира, и вы увидите мост к сверхчеловеку. Но это не значит упразднить государство, и это не значит анархизм или либертарианство. Беги, мой друг, свое уединение. Да, первое. Раньше он говорил братья, теперь он говорит к одному человеку. Беги, мой друг, в свое уединение. Это продолжение призыва от государства. Уйди от государства. От кого же еще должен уйти ученик Золотусты? Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и искола с жалами малых. Ты оглушен шумом великих людей, потому что Золотустра пишет меньше, что великие люди невеликие люди. С достоинством умеют лес и скалы ходить в молчании вместе с тобою. Подобься вновь к твоему любимому дереву со спинутыми ветрями. Угу, дерево на горле, да? Тихо, прислушиваясь, склонилась воно на дною. Где оканчивается уединение, там начинается базар. А где начинается базар, начинается шум великих актерах, жужжание и дает их мук. В мире самые лучшие вещи ничего еще не значат, если нет того, кто их сначала исполнит. Великими людьми называют народ этих исполнителей. Да, великими людьми называют народ этих исполнителей, значит они великие только по названию. Лох понимает народ великое, то есть созидающее. Но любит он всех исполнителей и актеров великого. Вокруг изобретающих новые ценности вращается мир. Созидать не значит исполнять. Созидать не значит воплощать. Народ любит тех, кто воплощает. Народ любит тех, кто строит. Но народ ненавидит созидателей. То есть тот, кто создал идею, того они ненавидят? Да, потому что она разрушает тот мир, в котором они живут. Но строителя этой идеи народ обожает. Просто как бы с религиозными пророками. А что случилось с Иисусом? Да, у вас был вопрос. Можете сказать, что народ ненавидит созидающих, потому что народ сам созидает? Нет, народы больше не созидают. То, что он не может созидать, да? Ну, в данном случае народ не означает народы. Толпа никогда ничего не созидает. Это добрые, это добрые, добрые и праведные. Народ это добрые и праведные. У них уже есть ценности. Они не проходят через три превращения духа и потому ничего не созидают. Вокруг изобретающих новые ценности вращается мир. Незримо вращается он. Но вокруг актеров вращается народ и слава. Таков порядок мира. Да, в главе великих событиях эта формула изменится. Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир. Неслышно вращается он. Незримо и неслышно так вращается мир вокруг изобретателей новых ценностей. Но вокруг актеров вращается народ и слава. Таков порядок мира. Вокруг актеров вращается политика. Не ходите в политику. Не занимайтесь политикой. Не строите, не возводите, созидайте. И потому вы должны быть как можно дальше от народа. Если вы не сын своего времени, но его пасынок, народ ненавидит вас. Вам нет места среди народа. Поэтому Сократ... Он ходил на народное собрание только при одном условии. Потому что там платили. Он никогда не выступал в народном собрании. Никогда ничего не советовал. Помните его по логии? Якобы его... Сократ за обвинителя спрашивает. Сократ, а если ты такой умный? И чего ж ты никогда не говорил в народном собрании? И Сократ отвечает. Я прекрасно знал, что если я выйду в народное собрание, меня убьют. Сократ прекрасно понимает то, что сейчас говорит золотовство. Приличный человек не может войти в политику и остаться в живых. Актер есть дух, но мало совести духом. Он всегда верит в то, что составляет верить сильнее всего. Верить в себя. Завтра у него новая вера. Послезавтра еще более новая. Чувство его быстрее, как народ и настроение переменчиво. Угу, да. Политики не имеют точки, на которой они стоят. Политики зависимы от народа. Народ очень быстро меняется. И политики меняются вместе с ним. Завтра у него новая вера. Послезавтра еще... Опрокинуть называется у него, доказать. Сделать сумасшедшим называется у него, убедить. А против него лучшие всех основания. Да. То факт, что люди готовы умилять за что-то, делает это что-то неголоятно ценным. Для толпы и народа. Не для философов. Истину, проскальзывающую только в тонкие уши, называет он ложью и ничем. Поистине, он верит только в такие богов, которые создают в мире много шума. Полон праздничными шутами базара. И народ хвалится своими великими людьми. Для него они, господа, на час. Но час настойчиво торопит их. И от того они торопят тебя. И от тебя хоть это не да или нет. Гое, ты хочешь поставить свой стул между за и против? Не завидуй этим безусловным, настойчивым. Ты любящий истину. Никогда еще истина не держалась за руку безусловного. Ты любящий истину, это кто? Кто есть любитель истины? Философ. Философ, отлично. Никогда еще истина не держалась за руку безусловного. Мы уже читали предисловия потусторно добра и зла. Никогда еще истина не держалась за руку догматика. От этих торопливых удались туда, где ты в безопасности. Лишь на базаре нападая с вопросом да или нет. Медленное переживание всех глубоких источников. Ну и потом мудрец будет сравнен с глубоким источником. Долго должны они ждать, как ищем узнать, что упало в глубину. Страница базара и славы все великое. Да, все по-настоящему великое. Не великие люди, которых объявляют великими народами. Все по-настоящему великое. Реальная власть не на базарной площади. Реальная власть не в политике. Реальная власть в ценностях и созидании ценностей. Да. Беги, мой друг, в свое уединение. Я вижу, ты изжали недоитыми мухами. Беги туда, где суровый свежий воздух. Беги в свое уединение. Ты живешь слишком близко к малым и жалким. Беги от их невидимого мущения. Угу. И снова. Мущения. Для тебя они только мущения. Не поднимай руки против них. Они бесчисленны и не твое назначение быть махалкой для мух. Бесчисленны эти малые и жалкие. Ни одному гордому зданию дождевые капли и сорняки не послужили в гибели. Ни одному гордому зданию дождевые капли и сорняки послужили в гибели. А. Ты не камень, но стал уже полом от множества капель. Ты еще раз с теской все лупнешь от множества капель. Усталом вижу я тебя. Что бы ни сказал философ народу, народ скажет да и нет. И начнет спорить. Это не путь Созидателя ценностей. Нельзя спорить с народом, нельзя взаимодействовать с народом. Усталом вижу я тебя от ядритых мух. И с сарапаном в кровь вижу я тебя сотни мест. И твоя гордость не хочет даже возмущаться. Да. Что бы ты ни сказал, сразу найдется сотня другая бессмысленных критиков. Крови твоей хотели бы они при всей их невинности. В крови жаждут их бескровные души. И потому жалят они тебя при всей их невинности. Да. Они невинны, потому что такова их натура. Мелкая натура. Натура мщения. Но ты, глубокий, страдаешь слишком глубоко даже от малых ран. И не успевал ты излечиться, как такой же ядовитый черк жополз по твоей руке. Ты кажешься мне слишком гордым, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, чтобы не стало твоим роком выносить ядовитую неправоту. Они жужжат вокруг тебя своей похвалой, навязчивость и похвала. Они хотят близости твоей кожи и крови. Они льстят тебе, как богу или дьяволу. Они весь жат перед тобой, как перед богом или дьяволом. Ну что ж, льстятцы они и без гуны, и ничего более. Да, народ это всегда неудавшиеся. И потому в них всегда силен дух мщения. И желание поставить великого себе на службу. Часто они даже прикидываются перед тобой любезными. Но это всегда было лукавством трусливых. Да, трусы лукавые. Они много думают о тебе и о своей узкой душой. Подозрительным кажешься ты им всегда. Все, о чем много думают, становится подозрительным. Они наказывают тебя за твои добродетели. Они искренне прощают тебе лечь твои ошибки. Ты мягок несправедлив, потому говоришь. Невиновны они в своем маленьком существовании. Но их узкая душа думает, виновна всякое великое существование. Да, в этом разница между благородным и безродным. Благородный говорит, так получилось. И нет моральной оценки в том, что вы ничтожны. Безродные говорят, так быть не может. И приписывают моральную оценку великим. Так разница между хорошим и плохим превращается в разницу между добрым и злым. Это генеалогия морали. Аристократы изначально называли себя просто хорошими, без моральной коннотации. Но рабы начали называть себя добрыми, чтобы называть своих господ злыми. У Заратустра, если я не ошибаюсь, есть или у ниши в поле к власти есть отрывочек о ястребе или о коршине и ягненке. Да, коршин говорит, я не ненавижу ягненка, он просто очень вкусный. То есть нет морального отношения между победителем и проигравшим. Просто кто-то должен проиграть. Но для проигравшего это моральное отношение тут же появляется. Отвратителен всякий победитель. Он заслуживает наказания за то, что победил. То есть мораль создается только проигравшим? Победившая ныне мораль. Да, да. То есть первоначально в отношении победителей и проигравших мораль создает проигравший, как средство отомщения. Поэтому сначала побеждают христиане. И это великое достижение духа, что мораль стала. Помните, есть три периода. Доморальный, моральный и постморальный. Вот доморальный это когда идет речь об отношении победителя и проигравший. Моральный это когда проигравший начинает приписывать победителю моральные черты, аморальные черты. И постморальный это когда у господина, у победителя наконец-то появляется своя собственная мораль. В постморальной смысле поза в христианском. То есть, получается, мораль победителя создана, потому что он был проигравшим? Нет, не совсем так. Мораль победителя создана, потому что мораль проигравшего должна быть преодолена. Она никуда не ведет. Ну, так проигравший победил. Никогда в союзе моральный период. Да, но он не стал от этого победителем. Когда раб убрал от себя господ, он не стал господином. Даже если ты мягко к ним, они все-таки чувствуют твое произвение. Они возвращают твое благодеяние скрытыми издъяниями. Твоя безмолвная гордость противоречит их вкусу. Они торжествуют, когда ты достаточно скромен, чтобы быть тщеславным. Тщеславным. То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же мало. Да, что можно в малом узнать, кроме мщения? Угу. Перед тобой чувствуют они себя маленькими, и их низость леет и разгорается против тебя в невидимом мщении. Разве ты не замечал, как часто умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила покидала их, как дым покидает бросающий огонь? Мой друг, укор совести ты для своих ближних, ибо они не достойны тебя, тому они ненавидят тебя и охотно сосали бы твою кровь. Твои ближние всегда будут ядовитыми мухами. Великое в тебе должно делать их более ядовитыми и еще более похожими на мух. Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где суровый свежий воздух. Не твое назначение быть махалкой для дну, а твое взратость. Не обмениваться идеями на базаре. Есть популярное ныне английское выражение marketplace of ideas. Да, базарная площадь идей, для идей. Вот этим не должен заниматься философ. В отличие от ученых, которые все время должны воевать друг с другом, философ не должен этого делать. Его задача думать об основании их идей. Всегда ли философ и народ так относились друг к другу? Нет, ведь была античность. И для этого мы должны прочесть том 5, страница 26, параграф 14. Быть может, в пяти-шести головах и вырежет нынче мысль, что физика тоже есть листолкование и упорядочение мира, по нашим меркам, без позволения сказать, а не мирообъяснение. Ну да, ну то есть физика тоже всего лишь толкование. Естественные науки всего лишь толкуют мир, то есть просто создают его с нуля. А не описывать его таким, какой он есть. Но раз она опирается на веру в чувства, то считается и еще долго будет в будущем считаться за нечто большее, чем... А именно за объяснение. За нее ручаются и глаза, и руки. Очевидность и осязаемость. Наверко наделенные плебейскими вкусами. Действует чарующе, убеждающе и эффективно. Ведь он инстинктивно следует колону истины и извечного народного сенсуализма. Да, физики побеждают, потому что они следуют народным предрассудкам. Народ верит своим глазам. Например, народ говорит, солнце вращается вокруг земли. Я вижу это каждый день. Когда ему говорят нет, он сходит с ума. Но когда физики говорят ему нет, на каком основании физики это говорят? На том же самом, на каком и говорит народ, на основании чувств. Народ говорит, земля стоит на месте. Я стою на месте, она никуда не движется. Я не чувствую, как она двигается. Физик запускает маятник Фуко и показывает, смотри, как он вращается на песке. И когда народ видит, он говорит, да, теперь я вижу, что земля вращается. Только что его чувства говорили ему, что она стоит. Теперь его чувства говорят ему, что она вращается. И то, и другое основано на сенсуализме. Давайте посмотрим, как было до этого. Наоборот, как раз противопорство по отношению к ощутимости и заключались по чару платоновского образа мыслей. А это был благородный образ мыслей. Да, то есть в противопоставлении физиологизму черни, в противопоставлении сенсуализму черни. Платоновские идеалы постижимы только разумом, не чувствами. И в этом его благородство и безродство современной науки. Когда-то Платон вел за собой народ. Теперешние философы и ученые следуют за народом. То есть было время, когда наука и философия были едины. И тогда вместе они следовали благородным вкусам. Теперь настало время, когда философия и наука разъединились. И так наука стала не философской, а философия и не научной. Следующая речь. Все еще об одиночестве. А целомудрые, да. Я напоминаю вам, что мы знаем теперь, что одно и то же действие может значить разное для разных и быть разным для разных. То же касается и целомудрия. Я люблю лес. В городах плохо жить. Там слишком много одержимых страстями. Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты страстной женщины? И посмотрите на этих мужчин. Их глаза говорят. Они не знают ничего лучшего на земле, чем лежать женщиной. Грязь над ней их души. И горе, если у грязи их, есть еще дух. О, если бы вы были совершенны, по крайней мере, как зверя. Но зверям присуща невинность. Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств. Разве я советую вам целомудрия? У иных целомудрия есть добродетель. У многих почти что порог. Они, быть может, воздерживаются, но высокочувственность проглядывает завистью во всем, что делают они. Даже на высоты и добродетели, и до глубины холодного духа следует за ними это животное и ворожда его. Заметьте, если до этого Заратустра говорил, что свои страсти вы должны превращать в свои добродетели. Теперь он говорит не так. Некоторые страсти не становятся добродетелями. Вы любите трагедии и все, что терзает сердце, но я же не даю, что ваши суки. У вас слишком шестокие глаза, и вы сладострастно смотрите на страдающих. Не переоделось ли это ваше сладострастие и называло себя состраданием? Вот такую притчу я расскажу вам. Немало желавших изгнать своего дьявола сами пошли передом свиней. Кому тягостно целомудрия, тому надо его отсоветовать. Чтобы не сделалось оно путем к преисподнюю, то есть грязью и покоти души. Тем, кому противопоказано целомудрие, тем нужна его противоположность. Не для каждого целомудрия есть панацея. И порой она ведет к своей прямой противоположности. Порой она заставляет вас совершать то, что вы делаете из духомщения. Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это еще не худшее. Прознающий неохотно вступает в воду истины не тогда, когда грязна она, но когда мелка. Поистине, есть целомудрия на глубине души. Они более мягкие сердцем. Они смеются охотнее и чаще, чем вы. Они смеются над целомудрием и спрашивают, что такое целомудрия. Целомудрия не есть и безумие. Но безумие пришло к нам, а не мы к нему. Мы предложили этому гостю приют и сердечность. Теперь он живет у нас. Пусть остается, сколько хочет. Так говорит Заратуско. Христианство. Да, 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 да. Это, конечно, это против христианства. Христианство проповедует целомудрие. Потому что целомудрие – это хорошо по определению. Но Заратуско говорит, нет, ничто не может быть хорошо по определению. Хорошее для хороших, плохое для плохих. Даже целомудрие может сделать вас ядовитым и опасным. Ну, какой пример? Священники и мальчики. Но по факту он говорит не то, чтобы против христианства. В смысле, он говорит не против целомудрия, он говорит о том, что… Он говорит против целомудрия как абсолютной ценности. Ну, да. Как абсолютной установки. Только каждому индивиду не мешает установить, сказать, что я хороший, поэтому моя целомудрия хорошая. Христианство говорит, каждому нужен целомудрие. Каждый должен до брака быть целомудренным. Заратуско говорит, это невозможно, это не нужно, это опасно. В целомудрии нет ничего хорошего в самом по себе. Если для вас целомудрия – это хорошо, отлично, но для большинства целомудрия – это зло. Заметьте, что сам золотовство – это как раз целомудрия. Следующая глава. Адрубий. Один около меня всегда слишком много, так думает отшельник. Всегда единожды один, это дает современным два. Да, одиночество наедине с собою вдвоем, одиночество вдвоем. Смотрите, наедине с собою – значит вдвоем. Я и меня слишком усердствуют в разговоре. Как вынести это, если бы не было бы друга? Всегда для отшельника друг является третьим. Третий – это пробка, мешающая разговору двоих погрузиться вглубь. Ах, слишком много глубин для всех отшельников, поэтому так тоскуют они по другу и по его высоте. Наша вера в других выдает, во что мы хотели бы верить в себе самих. Наша тоска по другу – наш предатель. Да, садовство тоже не имеет друзей. И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. И часто нападают и создают себе врага, чтобы скрыть свою уязвимость. Будь, по крайней мере, моим врагом, так говорит истинное почитание, которое не осматривает спросить о дружбе. Если хотят иметь друга, то нужно иметь желание вести за него войну. А чтобы вести войну, нужно уметь, например, быть врагом. Нужно в своем друге уважать еще и врага. Разве можешь ты близко подойти к своему другу и не перейти к нему? В своем друге нужно иметь своего лучшего врага. Ты должен быть ближе к нему, ближе всего сердца. Когда ты противишь зиму. Злодорство говорит о том, о чем мы уже коротко говорили. О том, что дружба возможна только среди равных. И потому дружба, это всегда основывается на возможности вражды и взаимного уничтожения. К человеку, который равен вам, вы не можете стать другом. Тогда хотя бы станьте врагом. Так будете растивы. Ты не хочешь перед другом носить одежды. Для твоего друга должно быть честью, что ты даешь ему себя, как ох ты есть. Но он за это посылает тебя в дьявол. Да, это следующий шаг, о котором говорит Золотустра или говорит Ницше. Только боги могут сходить ногими. Только для богов одежда это постыдно. Все остальные вынуждены прятаться в одежду. Ибо ноги, они постыдны. Но перед другом вы должны быть голым. Перед другом вы должны быть ногим. Перед другом вы не должны скрываться. Но за это он возненавидит вас. Всякая ваша победа и всякий ваш рост должен быть явен перед другом. Всякое ваше поражение, всякая ваша деградация должна быть явлена перед другом. Но из-за то, из-за другое он возненавидит вас. Ибо во втором случае вы потеряли равенство. А в первом случае вы тоже потеряли равенство. То есть, получается, Ницше говорит о воспитании врага. Нет, это не воспитывание врагов. Дружба возможна только при потенции вражды. При равенстве. И друг позволяет вам сделать то, что вы не можете сделать ни с кем другим. Быть ногим. Закон становления всегда гласит, что вы двигаетесь либо вверх, либо вниз. И значит, эта нагота всегда ведет к тому, что вы потеряете друга. Влажновать тем, кто слабее тебя, нет никакого смысла. И влажновать тем, кто сильнее тебя, нет никакого смысла. Кто не скрывает себя, возмущает этим других. Настолько оставательна ваша причина бояться наготы. Даже если бы вы были богами, вы могли бы стыдиться с своих одежд. Не нарядиться тебе это достаточно красиво для своего друга. Ибо ты должен быть для него стрелою и тоскою посверхчеловеку. И для тебя ты своего друга спящен, чтобы узнать, как он выглядит. Что же такое лицо твоего друга? Да, не нарядиться тебе достаточно красиво для своего друга. Ибо ты должен быть для него стрелой посверхчеловеку. Быть нагим с другом необходимо, но нельзя. Поэтому вы должны быть для друга стимулом. Единственный способ быть для друга стимулом, быть для него примером. Вы не можете жаловаться своему другу. Ибо жалуясь, вы выставляете себя жалким. Там, где есть жалость, там нет уважения. Там, где нет уважения, нет дружбы. Но там, где есть величие, там есть уважение. И там, возможно, дружба. Поэтому перед своим другом вы должны выглядеть как можно лучше. И чем хуже ему, тем лучше вы должны выглядеть, дабы быть для него стимулом и мостом к сверхчеловеку. Это особый род дружбы, новый род дружбы. И потому золотуюство говорит об этом. Кто до сих пор друг? Клюка и плечо. Фартук, в который можно высморкаться. Это не так. Это не настоящая дружба. Кто друг теперь? Это золотой идол, который ходит мимо вас. Идол, который зовет вас за собой. Да. Но дружба возможностей между равными. Именно в этом проблема, которую решает золотуюство. Вы находите себе равного и становитесь с ним другом. Но время идет. А значит, вы меняетесь. И потому вы либо растете, либо деградируете. Зачем тогда друг, который деградирует? В том-то и дело, что нужен друг, который растет. Именно поэтому вы должны быть перед ним золотым идолом. А зачем искать тогда друзей, если ты все равно должен его превозможить? Вы все равно либо превозможете его, либо нет. Вопрос, станете ли вы стимулом для него к сверхчеловеку. А зачем? Ибо так мы двигаемся к сверхчеловеку. В частности, сподвигая своих друзей, конечно. Найдите себе равного и вместе двигайтесь вперед. Но единственный способ вместе двигаться вперед, это стимулировать. Если вы растете быстрее своего друга, вы мотиватор. Если он растет быстрее вас, он должен быть вашим мотиватором. В любом случае, один из вас должен быть золотым идолом для другого. Один из вас должен быть нагим. И каждый раз вы должны думать, как я могу помочь своему другу стать лучше. А не просто, как я могу помочь своему другу. То есть золотурство говорит о простой вещи. Что говорят христиане? Христиане говорят, помоги слабому. Что говорит золотурство? Помоги слабому стать сильнее. Хорошо. Не совсем так. Покажи богача, у которого много рыбы. И смейся над ним. Как ты еще не разбогатил на рыбе? Десять минут назад мы были родны. Как так получилось, что за десять минут я весь в золоте, а ты нет? Будьте для друга стимулом. Не будьте платком и фартуком. Что же такое лицо твоего друга? Это собственное лицо твоего грубом и несовершенном зеркале. Видел ли ты своего друга спящим? Не испугался ли ты, что так выглядит твой друг? Вдруг мой человек есть нечто, что должно произойти им? Да. Вы смотрите на своего друга и видите в нем свое отражение. Вы были родны. Но это отражение всегда отвратительно. И потому вы получаете дополнительный стимул. Даже если он стоит ниже вас, вы отражаетесь в нем. И это отражение всегда отвратительно. Так тоскуете вы по сверхчеловеку. Никакого довольства. Даже дружба не должна вести к довольству. Что говорит друг? Друг говорит, все нормально. Все хорошо. Ты хороший. Я хороший. Мы хорошие. Дружба ведет к довольству. Я доволен тобой. Ты доволен мной. Поэтому мы вместе. Дружба ведет к довольству. Но довольство собой это всегда грязь. И потому друг всегда должен быть стимулом для вас. И потому, когда он спит, вы видите в нем отражение себя. И это отражение всегда уродливо. Давайте побольше. Угадывание и молчание должен быть мастером друг. Не все должен хотеть ты видеть. Твой сон должен выдать тебе, что делает твой друг, когда бодрствует. То есть твои мечты друг твой должен уже воплощать. Так он будет стимулировать тебя двигаться. Пусть угадыванием будет твое сострадание, чтобы ты сперва узнал, хочет ли твой друг сострадание. Быть может он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности. Пусть сострадание к другу будет сокрыто по твердой скорой рукой. Не должен стереть ты себе зубы. Да, и это важно. Сострадание – это последнее искушение Золотусты, последний грех Золотусты. С состраданием должно быть покончено. Дружба и сострадание не идут рядом, потому что сострадание – это страдание, и страдание вызывает ничтожность, которая вызывает духом мести. Тогда он обойдет свою тонкость и сладость. Чистый ли ты воздух и одиночество, и хлеб, и лекарства для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей, и однако для друга он избавитель. Ты раб? Тогда ты не можешь быть другом. Ты тиран? Тогда ты не можешь иметь друзей. Слишком долго в женщине будет вскрыто раб и тиран, поэтому женщина еще не способна к дружбе. Она знает только любовь. В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в зрячей любви женщины всегда есть неожиданность, и молния, и ночь рядом со светом. Если еще не способна женщина к дружбе, женщины все еще кошки и птицы, или в лучшем случае коровы. Еще не способна женщина к дружбе, но скажите мне, вы мужчины, кто же из вас способен к дружбе? О, это ваша бедность мужчины и ваша скупость души. Сколько даете вы другу, сколько собираюсь я дать даже своему врагу, и не станут этого беднее. Существует товарищество, пусть будет друг, вот так говорит зературство. Эти речи, речи об одиночестве. Кто оказывается в одиночестве из трех превращений духа? Лев. Что делает в пустыне лев? Вспоминайте. С кем он борется? С драконом, чешуя которого блестит, ты должен. С золотым драконом, который состоит из ценностей. И следующая глава отпишет нам этого дракона. Призыв уйти в одиночество – это призыв стать львом. Даже льву нужен товарищ. И так появляется последняя глава «Други». Но бороться с драконом вы будете в одиночестве. Глава о тысяче и одной цели. Много стран видел зературство и много народов. Так открыл он добро и зло многих народов. Больше власти не нашел зературство на земле, чем добро и зло. Да, что такое добро и зло – это мораль. Больше власти не нашел зературство на земле, чем мораль. Мы уже читали отрывок из «По ту сторону добра и зла», где Ницше прямо говорит, что философ будущего управляет, естественно, с помощью морали. Что мораль есть подлинная политика. Нет больше власти на земле, чем мораль. Не мог бы жить ни один народ, не умея сперва оценивать. Но если хочет он сохранить себя... Заметьте, почему-то именно сейчас зературство говорит о народах, хотя в главе о новом кумеле он сказал, что народы мертвы. Их уже нет. На их месте стоит холодный мертвый зверь. Не мог бы жить ни один народ, не умея сперва оценивать. Но если хочет сохранить он себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед. Да, это очень важно. Народы возникают в противопоставлении друг другу, как и люди возникают в противопоставлении друг другу. Вы хороший, пока рядом есть плохой. Но так же и с народами. Вы существуете, пока есть ваша антитеза. Когда зературство в конце этой главы скажет «Единое человечество», мы поперкнемся. По одной простой причине. Как может существовать единое человечество? Только если оно может себя противопоставить чему-то. И это возможно только определенным образом. Но вы зафиксируете этот вопрос, а мы постараемся ответить на него в самом-самом конце, когда услышим под зературство правду. Он хочет сохранить себя и потому должен оценивать. Как оценивать соседа. Не совсем так. Что для русского хорошо, то немцу смерть. Да, вот наша мораль должна быть прямо противоположной морали соседа. Иначе мы и есть сосед. Сосед говорит «Красное – это белое». Мы говорим «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не». «Красное – это черное». Ну, давайте. Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось посвящим позором. Так нашел я. Многое нашел я, что здесь наказывалось злом, называлось злом, а там украшалось пурпурный мантий почести. Это классическая античная проблема. Что справедливо у нас, то несправедливо у соседей. Что же тогда такое справедливость? Ты никогда один сосед не понимал другого. Всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа. Скажаль добра над каждым народом. Взгляни, это скажаль его преодолений. Взгляни, это голос его воли к власти. Да, это тот редкий момент, когда в этой книге употребляется воля к власти. Собственно, здесь она, по-моему, упоминается во второй, двенадцатой и двадцатой главах. И, собственно, все. Но заметьте, злобство не объясняет, что такое воля к власти. Он объяснит это в главе о дарящей добродетели. Дарящей добродетели есть воля к власти. Поквально то, что кажется ему трудным, что неизбежно и трудно называть добром, а что освобождает от величайшей нужды, редкое и самое трудное ценит он как священное. Да. Взгляни, это скажаль его преодолений. В зависимости от того, что преодолел народ, то он и ценит. Что помогло ему выжить, то и является ценным. Но соседу помогло выжить нечто другое. В этом смысле злобство практически говорит, что мораль до этого, мораль народов, мораль в законах, была фактически детерминирована условиями, в которых существовал народ. Ну, например, посмотрите на огромную роль гостеприимства на Востоке. В пустыне тяжело выжить одному. Поэтому гостеприимство это все. Если ты нашел второго, второй должен отдать тебе все. И в доме его не может быть ничего против тебя, потому что в пустыне тяжело жить. Там, где этого нет, там нет и такого серьезного напора на гостеприимство. И так далее. То есть мы можем попытаться привести больше примеров, но я думаю, что это не нужно. Но что это значит? Это значит, что все это время мораль народов была случайной. Результат случайности. Что позволяет ему господствовать и побеждать, и блистать. На страх и зависть соседу, это означает для него высоту, начало, мирила, смысл всех вещей. Поистине, брат мой, если бы ты узнал потребность народа и страну, и небо, и соседа его, ты угадал, и закон его преодолений. Почему он восходит по этой лестнице к своей надежде? Да, всякая мораль оказывается исторична, зависящая от условий. Дальше, после этого, Заратустра приводит нам пример четырех народов. Глава называется «О тысяче и одной цели». Тысяча народов существовало до сих пор. Тысяча целей была. Должна быть одна цель в самом конце. Но Заратустра не приводит нам всю тысячу народов, к примеру. Он приводит только четыре. Что это за народы? Мы должны угадать их. И когда мы угадаем, мы поймем, почему они являются ценными, почему они отделены от других. Вопрос. Если у человечества, то есть если у тысячи народов заставить одна цель... Нет, когда у тысячи народов будет одна цель, не будет тысячи народов, будет один. То есть для этого нужно объединить все человечество? Результатом получения цели будет объединение человечества. Когда ты должен быть первым и стоять впереди других, никого не должна любить твоя дневная душа, кроме друга. Это заставляло дожать душу грека, и он шел по своей стезе величия. Да, видите, это цитата. То есть это в кавычках. И первый народ вам не надо угадывать. Он сказан, это греки. Это цитата из Илиады. Это слова отца Ахилла Ахиллу. Слова Пелея Ахиллу. И следующее, это тоже цитата. Говорить правду и хорошо возить луком и стрелою. Казалось, это навременно мило и тяжело тому народу, от которого идет мое имя. Имя, которое для меня навременно и мило тяжело. Что это за народ, золотусты? Кто это? Это персы. Персы, это персы. А эта цитата откуда, раз вы знаете? Это из Геродота. Геродот пишет это о персидских юношах. Следующая цитата, прошу вас. Чтить отца и мать, и всей душой служить волей их. Эту скрыжельку одолений поставил над собой другой народ, и стал поэтому могучим и вечно. Да, что это за народ? Чтить отца и мать. Ну что вы, как вы можете? Евреи, конечно. Цитата из Библии. Смотрите, у нас греки, персы, евреи. Кто же последний народ? Тяжело догадаться, но соблюдать верность и ради верности отдать честь и кровь даже за дурные и опасные дела. И это снова цитата. Так, получается, украшал себя другой народ, и так, украшая себя, стал учаевать великими надеждами. Что все эти народы достигли некого величия. Это не просто народы, это великие народы. Что это за народ, давайте. Ну, это немцы. Это немцы, да. Итак, греки, персы, евреи, немцы. Что объединяет эти четыре народа? Почему они великие? Давайте я скажу вам простой ответ, который не совсем подходит. Это народы рабовладельцев. Но он не совсем подходит. Почему эти народы выделяются на фоне всех остальных? В чем заключается их величие? Почему они великие? Как доказывается их величие? Они создавали мораль. Все народы создавали мораль. Иначе бы не было народов. Да, эти народы создавали мораль для других народов. Греки создали мораль для римлян, евреи для христианства, персы создали монотеизм. Ну, тогда получается, что евреи под персами, правильно? Они даже не стали. Вот. Эти великие народы-созидатели, потому что они великие народы-разрушители. Что разрушили греки? Это знаем мы. Ничего этого не знало. Что разрушили греки? Какую великую империю, в кавычках, разрушили греки? Да, конечно. Трое разрушили греки. Что разрушили персы? Какая империя была на месте персидской? А, вы же, армогрессийская. Чтобы была Великая Персидская империя, сначала надо уничтожить Великую империю до нее. Что разрушили евреи? Ой, это тяжелый вопрос. Они разрушили эллинскую культуру. И что разрушили, наконец, немцы? Вот они, римлян, разрушили. Да, да. Все эти великие народы-созидатели, потому что они великие народы-разрушители. Не было более страшных разрушителей, чем греки, персы, евреи и немцы. Помните, сейчас ни там, ни там, ни там нет уже никаких народов. На их месте сидит холодный труп государства. Что говорит вам золотувство? Что будущий единый народ должен разрушить все, для того, чтобы создать все. Все государства должны пасть, все народы должны пасть, все цивилизации должны пасть и все культуры должны пасть. Не будет никакого смешения культур, будет уничтожение культуры. Не будет никакого культурного равенства, будет культурный геноцид. Поистине люди дали себе все добро и все зло свое. Поистине не заимствовали, они не находили его. Оно не упало к ним, как глаз с небес. Да, давайте лучше мы остановимся, потому что мы уже прошли сквозь время. Лучше потом дочитаем, потому что дальше пойдет более интересные вещи. Спасибо.